И не прочь поймать соперника на стандартах или атаках. И равны команды по количеству созданных моментов. Пожалуй, чуть они острее у спартаковцев, но они все-таки хозяева поля, в конце концов. Смотрится все это восхитительно. Смолов уходит с фланга в центр. Здесь Адил Ахмедов. Спартак так низковато сел. У центрального круга соперника не встречает Ахмедов с мячом. Движется вперед. Передача на Петрова, на левую бровку. Оттуда идет подача. Бьет Ари. Гол. Ари забивает Спартаку. Забивает головой из центра штрафной площади. Малыш Ари перевисел в воздухе. Но тут, конечно, позиционно Спартак сыграл не здорово. Нельзя было до Ари здесь мяч допускать. У меня впечатление, что дважды против него оказывался Кутепов и справлялся. По-моему, сейчас против Ари играл Сальваторе Бакетти. Давай посмотрим сейчас. 16 номер, да? Вот пошла подача. Ну, в общем, да. В общем, да. И Бакетти даже не выпрошил. В общем, Исподнио забивает Ари, да. Да. Причем со спины практически. В Бакетти была выигрышная ситуация. Конечно. Вон момент проспал. Ну и пас Петрова хорош. Краснодар открывает счет на 23-й минуте. Мяч скользкий. Ребров двигался вправо. Толкаться не очень было удобно. Хотя мяч рядом с ним, да. Вроде бы, кажется, зацепил. Ну, хотите, предъявляйте ему, так сказать. Хотите, нет. Но, мне кажется, голкипер не виноват в этом мячу. У Ари в этой ситуации оставалась только одна проблема. Как отпраздновать гол, с кем танцевать на поле. Не с кем. И он прибежал к Жаазине и Вандерсену. И исполнил ей большой танец прямо здесь. Теперь Зелуиш идет в чужую.